Девушки отдыхают Снова нашли способ обойти сухой закон, придумана схема доставки на дом, нужно всего лишь зарегистрироваться в социальной сети и купить там все, что угодно. И Пасха! Православные отмечают главный праздник, торжественное богослужение в кафедральном соборе Наринмара уже состоялось. На литургию пришли десятки прихожан. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней в студиях Танзийский. Здравствуйте! Стартуем с краткого обзора за неделю. Картина 7 дней в деталях. Событий очень много. Итак, по порядку, поводок прошлого года не повторится. По прогнозам гидрометеоцентра, северное управление уровней воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. На Печоре, на участке Усть-Уса, Йормица, ледоход ожидается 13-17 мая в Наринмаре 25-27. Уровни воды обещают быть благоприятными. 470-530 сантиметров. Специалисты отмечают, при заторах вода может подняться до отметки в 6 метров. Уровень, впрочем, не опасный. А так, в общем, весна покажет. Движемся дальше. На летнюю оздоровительную кампанию выделено более 100 миллионов рублей. На деньги планируется организовать отдых для полутора тысяч детей и их родителей. Первыми в конце мая на отдых отправятся отличники, спортсмены и дети, отличившиеся в искусстве. В эту группу уже отобрали 65 детей. Они отдохнут в Крыму на побережье Черного моря. Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправятся туда же. А вот 7 апреля во всем мире отметили День здоровья. Сегодня, как никогда, люди обращают внимание на свое самочувствие, поскольку от него зависит продолжительность и качество жизни. В День Всемирного праздника в поселке Искателей прошла акция «Время быть здоровым». Остаемся там же. Почетных граждан Заполярного района стало больше на два человека. Медали вручили Виталию Асташову и Юносу Шумила. Как и предыдущие шесть человек, судьба и трудовая жизнь этих людей стала частью истории всего округа. О Великой Победе в утратах войны. И утратах войны говорили на этой неделе по всей стране. В режиме видеоконференц-связи школа номер один должна была стать частью единого урока победы вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Волгоградом, Севастополем, Курском и другими городами страны. Но технические неполадки, которые коснулись не только Наринмара, не позволили, к сожалению, влиться в онлайн-урок. Впрочем, трудности не испортили встречу. Ведь главным гостем стал Василий Петрович Самойлов. Ветеран рассказал о своей судьбе, о ее неожиданных поворотах и не только. В общем, дети встречи остались очень довольны. Интернет никакой не понадобился. Теперь немного о спорте. Более 300 жителей округа встали на лыжи в рамках всероссийской массовой гонки. Из-за крепких морозов в феврале лыжню Россию перенесли на апрель. И, как оказалось, не зря. Прекрасная погода и огромное количество участников сделали традиционные спортивные соревнования настоящим праздником. Культура тоже не отстает. Образцовый коллектив «Травушка» из Санкт-Петербурга привезли 16 дипломов. В северной столице прошли два международных конкурса народного и фольклорного творчества. На суд жюри ребята предоставили номера в номинациях «Художественное слово», «Вокальное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Теперь традиционно о главных темах программы в обширном формате. Дело о строительстве пристройки к главному корпусу окружной больницы наконец сдвинулось с мертвой точки. Процесс пошел, проект уже разрабатывается. На это потратят 8 месяцев, дальше непосредственно возведение объекта. Но сомнительные моменты все же остаются. Например, сможет ли Наринмарстроя расплатиться за создание проектной документации? Ведь предприятие сейчас в сложном финансовом положении, а за программу, между прочим, нужно отдать 11 миллионов рублей. Александр Смирнов, гендиректор Наринмарстроя, в своем интервью сказал, что деньги на проект в любом случае будут найдены. Откуда эта информация не разглашается, но ведь известно, что у предприятия есть и должники. Ну хорошо, деньги им отдадут, а ведь зарплату работникам еще нужно платить. Ее, кстати, задержали больше, чем на месяц. Но вот новый корпус для медиков в любом случае нужен. Они его ждут, как, впрочем, и пациенты. А для Наринмарстроя возведение объекта – это спасительный, по сути, контракт. Выиграть бы его еще. Все подробности далее. Терапевтическое отделение Ненецкой окружной больницы рассчитано на 75 ковек. Но для целого города этого, конечно же, мало. Сейчас здесь проходит лечение больше 80 пациентов. Итог очевиден – люди лежат прямо в коридорах. Этот пациент нуждается в отдельной палате. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но перевести в нормальные условия больного не могут. Некуда. Мини-кабинет интенсивной терапии медики организовали прямо в коридоре. Он должен лежать, этот больной, в отдельной палате. Все палаты переполнены. В четырехместной лежат по шесть человек. Нарушение санитарных требований. Врачам на это приходится закрывать глаза. Они раньше времени выписывают тех, кто еще не долечился, чтобы принять тяжело больных. В каждой палате такое, да, катастрофически не хватает у нас. Больные неврологические, кардиологические, терапевтические. Сами пациенты уже давно не удивляются, привыкли. Но с трудом врачам больные идут навстречу, утятся в маленьких палатах и мечтают о новых условиях, чтобы места было побольше. У меня мама лежит в больнице, вот со такими больными очень тяжело ухожусь. Когда нет условий никаких, когда они повернутся, не развернутся, куда-то посадить, не отдельно же надо как-то. Очень тяжело. Главный корпус окружной больницы ввели эксплуатацию еще в 90-м. За 15 лет многое изменилось. Появились новые отделения, потребовалось расширение площадей. О возведении пристройки в регионе заговорили в прошлом году, когда прокуратура в адрес медиков вынесла ряд предписаний о нарушении санитарных норм. Примерно был согласован с медиками набор помещений в пристройке. Родилась она тогда Г-образная, это общей площадью, там где-то около 7 тысяч квадратных метров. Мы просто накидали ее в эскизе, ну это самый чистый рисунок. Но затем все переиграли. План будущей пристройки подкорректировали. Теперь ее площадь должна составить почти 4 тысячи квадратных метров. Для сравнения, площадь больницы около 6 тысяч. Новое здание, согласно документам, хотят соединить с главным корпусом. Оно станет его продолжением. Четыре этажа, десятка кабинетов. Современные условия, но... Проблемы у Наринмарстроя возникли еще на этапе подготовки проектной документации. Цена вопроса 10-11 миллионов рублей. Проплачена лишь небольшая сумма, всего 1 миллион. Больше денег у предприятия пока нет. Наринмарстрой, поскольку целиком и полностью заинтересован в объекте, вот, объекте, то есть как бы мы взяли на себя и несем расходы. То есть понятно, что и средства в размере там 11 миллионов, они просто-напросто как бы разом из кармана не достанешь. Впрочем, работы уже ведутся, проект разрабатывается. Отчет пошел. Через 8 месяцев он будет готов. Дальше необходимо проработать финансовую схему, найти инвесторов. Возможно, это будут нефтяники и начать строительство. Новую пристройку оценили примерно в 700 миллионов рублей. На ваш взгляд, когда начнется строительство? На мой взгляд, значит, строительство начнется, ну, не раньше конца 15-го года. Я думаю, что ориентировочно такое здание будет строиться не меньше двух лет. Казалось бы, все прозрачно и понятно, но это только на первый взгляд. Сложности были. Вот пример Наринмарстрой посчитал. Работы затянулись из-за того, что врачи подготовили неграмотное медико-техническое задание. В окружной больнице с доводами не согласились. По их мнению, они вообще не должны были этим заниматься. Есть в округе, допустим, департамент строительства и ЖКХ. Есть централизованный строй заказчик, который непосредственно занимается вот этими всеми вопросами капитального строительства. Наше учреждение здравоохранения, оно занимается непосредственно организацией медицинской помощи населению Нинского автономного округа. У меня нету, например, специалистов, допустим, которые могут заниматься строительством или курировать. Разрабатывать техническое задание, заниматься проектом, да и курировать все процессы действительно должен централизованный строй заказчик. А не медики и не сотрудники Наринмарстроя, но на деле все наоборот. Почему не знают даже сами работники центстрой заказчика. Скажите, пожалуйста, централизованный строй заказчик разрабатывает проект для пристройки к больнице окружной? Для пристройки окружной больницы нет. А почему? Ну, потому что этим занимается, я так понял, что каким-то образом Наринмарстроя. У нас был такой объект, но потом отмена мероприятия. Однако это не так уже важно. Главное, что строительство начнется. Осталось определиться с землей и понять, за чей все же счет возведут новый объект. Ведь сумма значительная, больше полумиллиарда рублей. Если все пойдет по плану, то через три года врачи и пациенты отметят долгожданное новоселье. Проблема решится. Ну, а тем временем депутаты Совета Заполярного района побывали в Коткино и провели там выездную сессию. В этом году она первая и станет единственной. Для жителей села событие непременно важное. Люди смогли задать наболевшие вопросы тем, за кого они голосовали на выборах 14-го. Ведь, в принципе, это правильно, а вообще сама сессия носила отчетный характер. Докладывали глава Заполярного района Алексей Михеев и сити-менеджер Олег Холодов. Прозвучало много фактов, цифр, статистики. Впрочем, вначале политику отодвинули на потом. Депутаты в Коткино привезли Знамя Победы. Хронология событий в следующем репортаже. В годы Великой Отечественной из Коткино на фронт ушли 35 человек. Вернулись только 15. Тот героический подвиг никто не забыл. Памятник сегодня снова обложен гвоздиками. Знамя Победы теперь побывало и здесь. Всероссийскую эстафету в старейшем селе приняли с гордостью и почетом. Главный символ борьбы с фашизмом в населенный пункт доставили по воздуху. 9 мая копию штурмового стяга ждут уже в Наринмаре. Сразу после депутаты погрузились в работу, нужно рассмотреть 6 вопросов. Два из них о награждениях депутаты приняли единогласно. Медаль «Родительская слава Ненецкого округа» получат 10 жительниц региона. Еще 9 получат знак отличия «Материнская слава». Это представительницы Каратайки, Неси, Щелина, Лабожского, Нальминоноса, Амдермы и Великовисочного. Самое хорошее, что все эти семьи положительные. Их дети хороши в труде, потому что здесь есть родители и 28-го года рождения, и 36-го года рождения, и 71-го года рождения. Это знак глубокой благодарности и высокой уважения к женщине-матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роли в укреплении семьи. Следующий вопрос – о повышении зарплат работникам муниципальных предприятий. В этом месяце на 5% ее повысят работникам Севержилкомсервиса. Кроме руководящего состава. Еще настолько же поднимут с 1 июня. На бюджете Заполярного района это никак не отразится. Он сейчас значительно урезан с 4,5 миллиардов рублей до почти 1,2 миллиарда тысяч. Отразились на бюджете района и изменения в федеральном законодательстве. Земельный кодекс подкорректирован. Теперь в казну за арендную плату от нефтяников будут поступать другие суммы ниже предыдущих. В прошлом году для Заполярного района провальной стала сфера ЖКХ. Нереализованы многие проекты, выполнен всего 71% из 100%. Недобросовестные подрядчики продолжают подрывать положительную динамику. Так называемые долгострои для региона уже давно стали нормой. Но борьба ведется в том числе властями округа. Объекты предложено возводить теперь по новой централизованной системе. Схем несколько. Первая, чтобы подрядчик в одном населенном пункте разом строил массово. Вторая предполагает иной вариант. Частная компания возводит объект на свои деньги, а округ затем его покупает. Стопроцентная гарантия того, что строение появится вовремя и вообще появится. Интересно было бы, конечно, дома принимать в конце зены, скажем. То есть, когда зима показала теплоизоляционные свойства объекта. То есть, что в нем тепло, комфортно. То есть, чтобы жизнь показала, что это не на бумаге, не в исполнительной документации. Это на его теплое, комфортное, качественно выполненное. И жить там в здании. Следующие в повестке дня – отчеты главы Заполярного района Алексея Михеева и сити-менеджера Олега Холодова. Их депутаты приняли не единогласно, а воздержался один. Среди масштабных тем, которую затронуло население – это газификация села. Представители власти Заполярного района ответили – газ будет. Но через несколько лет. Ну а теперь о том, что в принципе произошло еще даже в марте. И было это предсказуемо. Город снова поплыл. На этой неделе он стремительно превращался в северную Венецию. Плюсовая температура сделала свое дело. Вовремя неубранный снег растаял. Улицы он превратил в новые реки. И это даже не преувеличение. Реальность. Чего стоит улица Ваучейского, думаю, этот ужас видел каждый. Лужа растянулась на несколько десятков метров. Пешеходам даже дорогу перейти нереально. Где при этом коммунальщики? Никому неизвестно. Они словно испарились. Дежавю. Впрочем, к этому, кажется, уже привыкли все. Тревогу тем временем бьют и жители Мирного. Ситуация там очень сложная. Воды очень много. Решения отсутствуют. Ирина Цепетова убедилась. А можно вброт идти? Пешком нет. Здесь такие ямы, что можно оступиться в любой момент. Сквозь снег, воду, а теперь еще и ямы. Мария Зиновьева со своей семьей живет в Мирном уже больше трех лет. И с года в год картина не меняется. Дороги в поселке далеки от идеальных в любое время года. Зимой, чтобы освободиться из снежного плена, Мария звонила в программу телеканала «Север Алло Студия». После этого коммунальщики приехали. Убрали снег и расширили дорогу. Когда звоню в чистый город, там просто не идут на диалог. Там ни трубку не берут. И вообще, даже там телефон постоянно занят. Такое ощущение, что они просто снимают трубку, чтобы не слушать возмущенных жителей. С весной количество звонков коммунальщикам только возросло. Снег стремительно тает, а вода начала размывать и без того горе дороги. Под толщей воды образовались огромные ямы. Препятствия с трудом преодолевают автомобили. А пройти его с коляской кажется сверхзадачей. По крайней мере, наша героиня на это не решилась. В прошлом году тут вообще ужас был. Тут КамАЗы заседали, не ездили, не могли проехать. В этом году более-менее чистится, но все равно эту яму бы увидеть, ее как-то объезжать или хотя бы засыпать песком. Хотя бы временно. Потому что она с каждым днем все больше и больше вымывается. Впрочем, почем зря ругать коммунальщиков, несправедливо. В Мирном их редко, но видят. Просто их работа, как в той песне, и на первый взгляд, как будто не видна. Вот и сегодня они приехали в поселок, но почему-то убирают там, где это меньше всего требуется. На рабочем месте поймать мастера участка нам не удалось. Но по телефону он заверил, что опасной ямой они займутся вплотную. К концу рабочего дня мы созвонились с Марией Зиновьевой, чтобы проверить обещанное. Лужа, по ее словам, стала намного меньше. Ямами коммунальщики, скорее всего, решили заняться завтра. Кстати, эта горе-дорога в Половодье превращается еще в большую проблему, чем сейчас. Топят и ее, и близлежащие дома. Впрочем, паводковый прогноз на этот год специалисты дают более чем благоприятные. Да и подготовка ведется с учетом ошибок прошлого года. Утвержден план противопаводковых мероприятий 2015. Уже прошел электронный аукцион по закупке песка и подсыпке территории от возможного затопления на Ринмаре. Уже идут заявки от населения города, идут заявки от староста районов, председателей ТОС. Соответственно, мы уже составляем график обращений и планируем возможные места в подсыпке необходимые. Кстати, объемы необходимого материала в этом году обещают увеличить. Новшеством этого года станут уровни меры. На территории города будут установлены два датчика. Они будут вести постоянный контроль уровня воды. Вся информация будет оперативно поступать в ЕДДС. По долгосрочным прогнозам отдела речных и морских прогнозов гидромедцентра Северного управления, уровни воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. По прогнозу, ледоход у нас на Ринмаре ожидается 25 мая. Средняя дата 27 мая. Самая ранняя была 6 мая, а самая поздняя 17 июня. Как обычно, ошибка дается плюс-минус 7 дней. Может быть, раньше, может, позже. Уровень воды 470-530 сантиметров. Средний многолетний уровень 538 сантиметров. Но если при таком развитии ледохода вдруг может быть заморозки или обильное, наоборот, снеготаяние, если будут заторы, то уровень воды может достичь 6 метров. У нас неблагоприятная отметка – это 620 сантиметров, а опасная отметка – 670. Так что даже при заторе, получается, у нас будет уровень поменьше. Отметим, что этот прогноз долгосрочный и будет корректироваться с учетом капризов природы. Уточнения придут с началом ледохода в Верховье в Печоры. Но, несмотря на столь благоприятные прогнозы, специалисты по чрезвычайным ситуациям советуют жителям подтопляемых районов заблаговременно застраховать свое имущество, а также убрать из погребов и подвалов личные вещи, технику и продукты. После 23 часов в Нине, но если очень хочется, то можно. Запрет на ночную продажу алкоголя действует в Нинецком округе несколько лет, но местные интернет-продавцы уже давно научились без проблем ходить за окон. Тем, кто по ночам крепко не спит, а пьет нелегальные алкокоммерсанты, бутылки не продают, а дарят, например, с приобретенными чипсами. Это только формально, чтобы за руку не поймали. В прошлом месяце с сомнительными продавцами основательно занялась полиция. С поличным поймали несколько алкокурьеров. Вот только польза бы была, а то они ведь и даже после этого снова выходят горячительным торговать. Это только не посвященным кажется, что в Наринмаре после 23 часов наступает сухой закон. На самом деле тут-то и начинается настоящий угар. Даже из дома выходить не надо. Интернет-дельцы сами все привезут, причем до подъезда. Необходимо лишь сделать заказ и, соответственно, заплатить за него. Но самое страшное другое, что за отраву продают алкокурьеры. В основном это контрафактная продукция, изготовленная кустарным способом и закупленная по дешевке. Приняв этот горячительный напиток, можно не только отравиться, но и остаться на всю жизнь инвалидом. Случаев по стране сотни, если не тысячи. Однако нелегальные бизнесмены, кажется, не понимают последствий и продолжают торговать левым алкоголем даже после того, когда их уже наказали за эту деятельность. В марте месяце окружные полицейские провели очередной профилактический проект «Алкоголь» только за две недели. С поличным поймали четверых нелегальных предпринимателей. Все курьеры продукцию продавали через социальную сеть «Друг вокруг». В ходе проведения мероприятия в МВД России по Нинецкому округу поступило 4 сообщения от граждан по факту реализации алкогольной продукции в период времени ограниченного законодательства. По результатам мероприятия сотрудниками полиции составлено 8 административных протоколов. К ответственности привлечено 4 гражданина. Всего изъято 55,5 литров алкогольной продукции. Как правило, таких продавцов ждет всего небольшой штраф и конфискация товара. Через несколько дней алкогольеры снова ищут новых клиентов. Пронзительный собачий лай и зазывание в Каменке оленям предпочли братьев наших меньших. Там уже десятый раз состоялись гонки на собачьих упряжках. Продавца принципиального значения не имеет. Главное, чтобы бежал. Соревнования традиционно прошли среди любителей быстрой езды на снегоходах. Гонщики съехали со всех уголков Нинецкого округа. В этом году деревня, кстати, собрала рекордное количество участников. Алина Ваучейская наблюдала за теми, кто не боится выжать полный газ. Регистрация участников началась еще в 9 утра, а на Печоре уже негде припарковаться. В Каменку едут отовсюду и все. Участники, болельщики, гости из Наринмара, Лабожского, Великовисочного, Хангурея, Оксина. За своих родственников. А сами почему не участвуете? Снегоход неисправлен. С этими профессионалами не тут ничего делать. И это действительно профессионалы своего дела. Не так давно большинство из этих гонщиков состязались в Наринмаре на ежегодных соревнованиях на Кубок Артура Челенгарова. На Наринмарской трассе в ветеранском заезде Сергей Вокуев финишировал вторым. А вот на родине в Каменке техника подвела. Сергей Николаевич, что случилось? Почему сошли с трассы? Шплинт сломался. Потерял управление, лыжа. Такое уже бывало у вас? Нет, первый раз. Уже всякое бывало, но не так. А сколько вашему железному коню уже лет? Много. Много? Сколько много, если не секрет? Сейчас посмотрим. На снегоходный мотокросс заявилось 50 участников. Кстати, это больше, чем на прошедших гонках в Наринмаре. Система заездов простая, по два отборочных в каждой группе. После заезды за последние места и финальные определяющие чемпионов. Всего по регламенту в гонках на Буранах три группы. Ветераны, гостевой заезд и главный заезд между участниками из Пустозерского сельсовета. Это Оксина, Хангурей и Каменка. Самый ответственный момент. Пять кругов, десять участников. Это финальный заезд. Вот они стартуют. Шлейфы снега и воды, рев моторов и возгласы болельщиков. И напряженная гонка. Не Формула-1, конечно, но накал страстей здесь ничуть не меньше. Первыми к финишу идут 34-й и 12-й номер. Уступать друг другу не собираются. Под 12-м номером самый молодой участник соревнований – Ермил Хозяинов. За первые три круга он оставил позади всех гонщиков, но потом уступил 34-му номеру и финишировал вторым. Поздравляем вас со вторым местом. Почему не удалось занять первое? Сильная усталость очень. Выдохлись на первых трех кругах, да? Да. А как трассу оцениваете? Очень плохо. Плохая, да? Вся выбитая до льда. Ну, местами даже вода есть. Ну, а первым к финишу пришел Алексей Косков. Неоднократный победитель снегоходного мотокросса в Каменке. Участвовал 10 раз, из них 7 становился лучшим. Алексей, была очень упорная борьба между вами и 12-м номером. С нами, по-моему, на третьем круге, да, обошли его? Ну, как борьба-то борьба. Просто я-то ехал, уехать-то мог. Я просто попробовать решил, ну что, сможет, не сможет. Ну, потом уже сзади прижимают, надо сжать. Понятно, как трассу оцениваете? Трасса вообще классная. Вода, снег и кочки. Что я еще могу сказать? Еще одна фишка соревнований в Каменке – гонки на собачьих упряжках. В этом году на них заявилось 5 издаков. Дистанция – километр. В упорной борьбе победу одержал самый юный погонщик Влад Ружников из Наринмара и его пес – земляк. Ну, пока что мы с земляком катали. И, ну, пока что мы там, ну, вертолетки катали с земляком. Потом он сам начал ездить со мной. Слушается тебя? Да. Не подводит, да? Кстати, гонки на собачьих упряжках впервые проводились в 2004 году. А уже на следующий год решили проводить снегоходный мотокросс. Идейный вдохновитель гонок – Василий Рочев. Он же главный судья. Все 10 лет. Именно столько проводятся соревнования в Каменке. И каждый год сотни болельщиков и десятки участников. Приехали, не отдохнули душой. Пообщались. И посмотрите, как вот гостевой заезд. Вот гости. Они же в городе так не участвуют. Они в городе так не гоняют. С такой, как говорится, энтузиазм таким, с таким рвением. Они здесь выкладываются по полной. Вот пару пускать, честно сказать. Еще одна отличительная черта соревнований в Каменке – призы получают все до единого. Гоночные маски и очки, бытовая техника, инструменты. Ну а победитель получил бурановский движок. Теперь участники будут готовиться к следующим гонкам, которые пройдут в Найминоносе. Православные отмечают Пасху – самый важный христианский праздник. Торжественные служения в ночь на воскресенье прошли в Богоявленском кафедральном соборе Наринмара. В храме собрались несколько десятков верующих. Вообще желающих было очень много. Впрочем, как и каждый год, сегодня и всю следующую неделю по церковным канонам православные радуются воскресенью Христа на третий день после его смерти на кресте. Пасхой завершается Великий пост. Принято, что первой едой после поста должны быть освященные крашеные яйца, куличи и творожная Пасха. Весь день верующие ходят друг к другу в гости и устраивают пасхальные игры. Например, катание яиц. И премьера в условиях военного времени так называется фильм, который готовит телеканал «Север» к 70-летию Великой Победы. О том, как жил прифронтовой город, о ежедневном подвиге женщин, стариков и детей рассказывают герои фильма и очевидцы. Наринмар в 41-м стал прифронтовым городом. Мужчины ушли на войну, женщинам и детям пришлось взять на себя всю работу. Стране и фронту нужны были продукты питания, мясо, рыба. Нужна была теплая одежда. Сегодня на Наринмаре военных лет найти информацию нелегко. Очевидцев осталось немного, фотографий еще меньше. Сложность создания такого фильма в отсутствии документального материала. Поэтому было принято решение сделать фильм на основе исторической реконструкции. Действующими лицами согласились стать творческие сотрудники культурно-делового центра «Арктика». Вера Захарова играет роль женщины, получившей похоронку. Он у меня первый такой опыт, поэтому интересный, необычный, так скажем. Даже где-то экстремальный. Где-то я там и падала и в снег, и бежала. Съемки эпизодов реконструкции проходили на Сахалине, в доме, который построил в 41-м году отец Людмилы Ивановны Тетеревлевой. Через неделю он ушел на фронт. С тех пор интерьер дома бережно сохраняется, поэтому героям было легче вживаться в свои роли. Мы снимали два эпизода, и разница между съемками была 15 минут. А разница между теми событиями, которые произошли с героями, было два года. И вот за 15 минут перестроиться из той девочки, которая вот буквально весь мир был перед ней открыт. Она была счастлива, у нее было счастливое детство. И вдруг вот период войны, осознание того, что стране нужна твоя помощь, поддержка. Странная штука жизни. Вот ты хотела быть врачом, а стала радисткой. А я медсестрой. Через 4 месяца на фронт. А я уже послезавтра. Таких пронзительных фактов истории в фильме много. Голод. Летом спасал подножный корм. Грибы, ягоды. Зимой женщины брали теплые вещи, ушедших на фронт мужей. Шли по 5 километров, проваливаясь в снег, чтобы обменять у рыбаков на хоть какую-нибудь рыбешку. И скорее домой. Успеть сварить, накормить голодные рты и на работу. Спать было некогда. Стране нужны были продукты. Чтобы снять этот короткий эпизод, исполнительницы ролей два часа шли в пургу по Печоре. А перед этим изучали историю города, вспоминали рассказы очевидцев. Вспоминая, например, своих бабушек, которые у нас трудились именно в тылу, именно вот здесь, да. И рассказывали, как им это все тяжело было, то примерить на себя эту роль, конечно же, это было бы, было очень, так сказать, приятно, интересно и волнительно. С удовольствием снимаются в фильме дети из театральной студии «Радда». Для них съемки тоже работа. Действительно, это очень, как сказать, моментально получается. Вот мы приехали на съемки, все такие веселые, да, все вот это. Никто даже не ожидает, что потом и слезы на глазах, тут же прямо сам по себе вот это все проявляется. Съемки фильма в условиях военного времени продолжаются. Премьера состоится 9 мая на телеканале «Север». Это были главные события минувшие 7 дней, по крайней мере, мы их видели именно такими. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и оставайтесь на Севере. До встречи.